Всем привет! В пятницу наконец-то показали геймплей Horizon For Oblivion West. В этом видео мне хочется разобрать его, расскажу о новых механиках, о сюжете и дате выхода. В общем, будет интересно. И если тебе нравится тематика консолей, игр и ПК, то ты попал на нужный канал. Если еще не подписан, то исправляй это, не будешь пропускать новые интересные ролики и меня поддержишь. Ну, не буду затягивать вступление, погнали к разбору. Конечно, геймплей показывали с PS5, как игра будет выглядеть на PS4, сильные ли будут отличия, пока никто не знает. Но игра выходит на обе консоли и это радует. Сразу что мне понравилось. Это наконец-то что-то яркое и солнечное. Я соскучился по таким играм. Единственное, что сейчас вышло из подобного, это Биомутант. Первое, что бросается в глаза, это немного измененная внешность Илой. Она стала старше. Интересно, а сколько времени прошло с момента первой части? Точно скажу, что поменялись анимации движений. Это прям видно. Конечно, графика выглядит очень красиво. Также показали новые типы роботов. И честно, они очень похожи на велосипедов. Прям есть даже характерный коготь на ногах. Ну и поведение тоже похоже. Кто смотрел парк юрского периода, думаю, словили флэшбэк. У Илой расширился арсенал и способности. Теперь есть дымовая завеса, чтобы сбегать от врагов. Чувствуется, что геймплей стал еще динамичней. Теперь можно лазить почти по всем поверхностям. И искать всегда новые пути атаки или отступления. Илой научился плавать под водой. Опять же новый арсенал. Графика воды потрясающая. Все эти растения, свет, отражения. Выглядит красиво. Мир игры стал более интерактивным. Кроме расширенного паркура, в воде добавили течение. Еще из интересного поменялась боевка и стелс. Чем-то стало больше напоминать The Last of Us 2. Илой применяет какие-то интересные способности. Что-то вроде ульты. И с помощью этого оглушает соперников. Думаю, это какие-то модификации на копье. Ну или способности. И, наверное, будет кастомизация. Может, еще и билды подвезут к ведьмаке. Был бы интересно. Еще добавили парашют. Теперь можно не бояться спускаться с большой высоты. Тоже круто. Дальше тут схватка со слоном. Такие роботы были в первой части. Но единственное, что продемонстрировали, это новое вооружение. Кислотные бомбы, которые замедляют врагов. И тяжелые луки. Но опять же, лук был и в первой части. Может добавить нового типа стрел. Но мне очень понравился крюк. Наподобие, как крюк кошка в Бэтмене. Или Ассасин Крит Синдикат. Но классно, это разнообразит геймплей. И пока это все изменения, что я заметил. Геймплей мне очень понравился. Мне кажется, игра будет интересной. Давайте теперь про сюжет. Прошли тысячи лет после мирового катаклизма. Люди вернулись к корням. Живут в племенах. Охотятся. Стреляют из луков. Люди на земле больше не доминирующий вид. Теперь их место занимают машины. Роботизированные механизмы. Похожие на земных животных. Но это не единственная проблема. Еще землю разрушает какая-то красная порча. Которая убивает все живые растения и животных. Портит урожаи. И Элой, как защитница своего племени, отправилась в путешествие. Чтобы найти ответы и понять, как это остановить. В этом Элой помогут друзья. Помните Эранда? Так вот. Элой попросил его найти что-то в развальных Сан-Франциско. Но его схватили мятежники. Из неизвестного ранее племени. Тенакт. И они тоже могут управлять машинами. Это интересно. И кажется, есть догадки, кто их мог этому научить. Пока по сюжету на этом все. Ну и давайте подводить небольшой итог. И конечно же дата выхода. Я думаю, эту игру точно стоит ждать. И когда же она выйдет, нам так и не сказали. Но сейчас уже немного осталось до выхода новой части Рэчеттен Кланг. То есть, мне кажется, у Сони точно будет перерыв. Месяца два или три. И я думаю, над двумя развитием событий. Первое. Эту игру стоит ждать в августе. Как раз будет небольшой перерыв между Рэчеттен Клангом и Новый Хорайзен. Ну и особо крупных релизов не планируется. Конечно, выходит Кена. Но в принципе ничего не мешает выпустить Хорайзен. Второе же. Если не будет переносов. Или еще чего-нибудь. То игру, мне кажется, стоит ждать под конец 2021 и начало 2022 года. Ну, будем ждать анонса. Я думаю, должны скоро сказать точную дату. Что могу еще сказать. Мне понравился геймплей. 100% нужно будет играть на максимальном уровне сложности. Ну или хотя бы на высоком. Чтобы пользоваться всеми механиками игры. Понравилось, что бои можно развивать каждый раз по-разному. Арсенал расширился. Можно скрыться. Улететь. Уплыть. Опять же нужно будет планировать атаку. Идти в лобовую в этой игре работает очень плохо. 100% будет кастомизация оружия и навыков. Как нам показали энергетический удар. В общем и целом будем ждать. Я думаю, еще что-то должны показать до выхода игры. На этом видео подходит к концу. Всем спасибо за просмотр. Если ролик понравился, то оцени его лайком. Не забывай про подписку. И напиши комментарий, играл ли ты в первую часть и ждешь ли вторую. Ну и как всегда, получайте от игр только удовольствие. И будьте здоровы. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok